Великая Россия в песнях великой русской певицы. О любви к родине, о самом дорогом и сокровенном рассказывала Людмила Зыкина своим слушателям. Сегодня эти песни исполняют ее лучшие ученики. Именно они стали специальными гостями первого международного фестиваля памяти народной артистки, который состоялся в Грайвороне. О самых интересных моментах этого культурного события Александра Авдеева. Гармонима я, да, говорушечка, веселей играй, мой Ванюшечка. Играю, играю, галочки под пивой, веселей играй, мой Ванюшечка. Когда-то гармонимую в исполнении Людмилы Зыкиной слушали наши бабушки и мамы. Сегодня в исполнении юной игроворонской артистки слушаем мы. Время меняется, но народные песни также любимы. Это наши истоки, наше прошлое, настоящее и даже будущее. Первая моя народная песня, ну, это была «Посеяли беду на берегу». У нее была очень красивая мелодия, и слова были очень красивые. Я мечтала, чтобы за мной приехал казак и дал мне вороного коня. Сотни удивительных историй могут поведать нам народные песни о любви к родине, героизме, русских традициях. Первый международный фестиваль памяти Людмилы Зыкиной, казалось, собрал все народные коллективы Белгородщины и даже гостей из Украины. Сегодня опять сколыхнулась в нашей душе память о тех годах, когда люди независимо ни от чего и трудились, работали, любили друг друга, созидали наше отечество. Я думаю, для молодого поколения это как некий посыл в будущее, что так нужно любить свою родину, так нужно любить свою отчизну, так нужно любить Бога и людей. Это то, что нас объединяет, то, что нас делает богаче. Если мы будем ориентироваться на какие-то приевшиеся уже западные штампы и не будем иметь своих культурных ориентиров, мы исчезнем как нация. А все творчество Людмилы Георгиевны Зыкиной – это торжество, это песня о России, о русском духе, о русском народе. Специальные гости фестиваля – лучшие ученики Людмилы Зыкиной. Заслуженная артистка России Светлана Дятел, архимандрит Гермоген, настоятель храма Серафима Саровского Екатеринбурга, не могли не посетить Граеворон – место, где так горячо любят их педагога, учителя в песне и в жизни. Моё творчество начиналось с оперного пения. Вся моя молодость прошла в Театре оперы и балета Емила Начарского в городе Екатеринбурге. Но, будучи уже солистом военного ансамбля песни и пляски через пять лет в Германии, я повстречал там Людмилу Георгиевну. И она мне сказала, ты понимаешь, оперное пение красивое и хорошее, но в нём души мало. А вот если ты начнёшь петь народную песню и песню советских композиторов, которая будет отвечать народному творчеству, где будет проповедь любви и добра, любовь к матери, любовь к отчизне, вообще любовь будешь успевать, мне кажется, у тебя это получится. Мне кажется, то, что происходит у вас в Грайвороне, это такое великое счастье, что у вас народ остался, люди живые. И то, что они любят русскую песню, и то, что они сердечные, и то, что они откликнулись на песню Людмилу Георгиевну Зыкину, это говорит о том, что наша глубинка жива. Мне кажется, ещё раз вот так вот какой-то будет виток русской песни, русского творчества. Под народные песни, народные промыслы. На центральной площади Грайворона помимо ярких выступлений можно было увидеть и то, как мастера-ремесленники за считанные минуты создают настоящий русский эксклюзив. К примеру, освоить тесто пластику, слепить вот такие незамысловатые картины или попробовать сделать тряпичную куклу мох каждый. Сегодня мы делаем куколку добрых вестей. Или, как ещё говорят о ней, куколка-колокольчик. Эта куколка всегда приносит в дом добрые вести и забирает все негативные явления. А ещё она у каждой девочки, не только у девочек, она может быть и у взрослой женщины. Она любимая подружка, с которой можно поделиться и секретами, и радостью. И она всегда как бы помогает. И всё это наше наследие, богатая народная культура, песни, которые будут радовать слух даже через сотни лет. И пусть маленький Егорка пока играет на струнах игрушечной гитары. Вполне возможно, что спустя годы он будет играть уже на сцене, играть родные народные мелодии. Александра Авдеева, Андрей Прозоров, Новости Мира Белогорье.